Трагедия на воде произошла накануне днём в Степной протоке в ДНТ «Дружба». На глазах у отдыхающих утонул мужчина. По словам очевидцев, погибший проводил время в компании нетрезвых женщин. Впрочем, и сам мужчина, судя по всему, находился в состоянии алкогольного опьянения. С ребятами буквально час стояли, как только пришли. Он к нам подходит, говорит, ребята, есть стакан, но мы не пьём, у нас стакана нет. Он развернулся, ушёл, буквально через 15 минут наши девочки подходят, ребята говорят, что человек утонул. Вот в той местности он плыл, получается, плыл вот сюда. Его понесло по течению, и вот возле коряги, вот там, где ребята сидели, его унесло оттуда. Вот он, как бы выпивший был немножко. Спасатели города и республики незамедлительно выехали к месту трагедии. Тело мужчины ищут до сих пор. На пульт оперативного дежурного поступил звонок о том, что на протоке Степная в 14.45 утонул человек. Группа водолазов незамедлительно выехала на место и на данный момент производит поисково-спасательные работы. В момент трагедии на запрещенном для купания пляже находилось много людей, в том числе пьяных. Все продолжали купаться, как будто трагедии и не было. Вы скажите, вы зачем пьяные купаетесь? Я пьяные не купаюсь. Я за них не смотрю. Я просто голову смочу, вот так, по большому счету. И чтоб мне ребята были все под контролем. А мне дети просят специально. Ну, как специально? Вы же понимаете, в случае чего вы детей не спасете в таком состоянии? Они не лезут? Когда спасательные службы города искали тело утопленника на Степной протоке, стало известно, что еще один мужчина также в состоянии опьянения утонул возле пионера. В 17.15 также поступает дополнительное сообщение о том, что в районе торгового центра пионер, расположен у нас на Селенге, рядом с рекой Селенгой, также утонул мужчина. Поступила тоже очевидца. Группа снялась от проведения поисковых работ на Степной протоке и сразу была переброшена в район торгового центра пионер для проведения поисковых работ. Отметим, что за весь прошлый год в городе было зафиксировано 7 смертей на воде. В этом году утонувших уже четверо, учитывая, что основной период лета еще впереди. Впрочем, гибнут на воде не только взрослые, но и дети. На днях в Бичурском районе в реке Хилок утонула 12-летняя девочка. Взрослые, несмотря на то, что указанная река Хилок считается быстроводной и опасной, отпустили детей от них. Девочки купались в небольшом затоне. Через некоторое время одна из подруг увлеклась и отплала дальше от берега. Ее тут же подхватило течение, отнесло к середине русла. Девочка некоторое время держалась на поверхности, но через несколько сот метров выбилась из силы и скрылась под водой. Из-за сильного течения реки спасти ребенка не смогли даже взрослые люди. Тело девочки обнаружили позже, в 8 километрах от места трагедии. Напомним, что уровень рек Бурятии в последнее время только растет, и купаться в них опасно для жизни. Роман Попов, Бато Гармен, Вячеслав Батоев. Новости дня.